здравствуйте дорогие радиослушатели все кто смотрит нас на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущий эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем с человеком который для многих из нас открыл окно в париж запустил фонтан отметил праздник нептуна сегодня он делает великолепный строит великолепный дом культуры а если кто-то никогда в жизни не кричал слова горько то посмотрите как это делается великолепной комедии таким же названием кинорежистер юрий мамин юрий борисович добрый день юрий борисович а позавчера у вас был день рождения 76 лет поэтому от всей нашего от всего нашего радио от нас лично и я думаю наши радиослушатели присоединяться к поздравлениям мы вас поздравляем от всей души желаем крепчайшего здоровья благополучия и до 100 лет без бед спасибо юрий борисович большое спасибо что вы согласились с нами побеседовать и первый вопрос в принципе касающийся вашего дня рождения 8 мая 1945 года вы родились 46 46 до прошу прощения а через год после победы через год после победы вот вчера россия и весь мир отмечал это событие вот лично для вас это день победы день скорби день памяти или все вместе как вы это оцениваете для меня это прежде всего кино театры искусство войну мы не пережили я видел только ее даже не отголоски пожалуй а последствия потому что я рос в это время память у меня в этом смысле хорошая я помню очень много вещей с 4-летнего возраста я помню смерть сталина когда меня везла тетя в детский сад а у всех были заплаканные лица я помню как мне нравился больше сталин чем менее ну красивее казался мне постепенно я пришел к выводу что все-таки ну я же ведь уже взялась возникала во времена хрущевский вот теперь вот это наложила самый большой отпечаток не только на меня но людей которые были чуть постарше меня это были поэты которые появились на нашем горизонте самые знаменитые советские поэты перестройки это были фильмы режиссеры писатели это был воздух свободы которые несмотря на то что потом брежневская эпоха все затормозило он сохранился до той поры пока брежнев не объявил перестройку и эти люди которые были заряжены хрущевский вот теперь они и осуществили я в том числе я вложил в нее свою лепту заметно юрий борисович а приходя к вашему творчеству вы как художник на экране изображали иронию юмор сатиру во всех ваших фильмах вот именно эти грани а улыбки человеческая были показаны как вы думаете а почему русские люди не научились смеяться но это ментальность народа русскими свойственно было было остроумие смех и считалось что смех это признак на низкого сословия смеяться могли только скоморохи вообще люди достойные уважающие себя избегали возможности смеяться улыбаться они считали важность большой добродетелью так было в россии всегда поэтому на в россии очень редкие проявления настоящего юмора мы можем по пальцам пересчитать этих людей начиная с гоголя пушкин был островом не обыкновенный лермонт был лермонтов по своим островом был тоже грибоедов необычайно было строго гоголь конечно это великий юморист и сатирик салтыков щедрин затем а потом появляются еврейские авторы в советское время и они становятся властителями дум это ильфа петров это бабе ли ты много можно говорить об этом люди обладающий юмор вообще люди обладающие способностью видеть в мире смешное это дар божий я его оцениваю ценю в себе я знаю многих людей которые как бы считают до сих пор на комический жанр низким сравнение серьезном кино но когда ты занимаешься действительно по заказу комедии когда ты вынужден смешить как заправский какой-нибудь там я не знаю извозчик то это это обязаловка она лишает тебя возможности быть личностью самостоятельного когда я действую только по живу сердца потому что природа наделила меня способностью видеть в жизни смешное томишь мимо чего другие мои соотечественники проходят не заметив а я это замечаю замечают это мои товарищи с которыми я вместе работал и тогда мы это выводим на экран на театральную сцену и даем возможность увидеть это другим людям которые обнаружив что жизнь их не только тягостно не только привычно но в ней много смешного и они выходят оздоровившимися они они становят им легче становится жить они это это глоток воздуха свежего я считаю что возможность найти смешное в жизни необходимо она есть всегда во всех случаях поэтому чаплин то тема велик что он первый из комедиографов вдруг нашел что ты можешь показать не только то на чем будет смеяться зритель но это что тебе не смешно то что вызывают у тебя слезы и когда появились такие картины как малыш или огни большого города то зрители с восторгом восприняли их потому что они могли смеяться до слез и плакать до смеха это величие в общем это не линия которую предложил чаплин она и продолжилась лучших произведениях там рязанова донелий и я ваш покорный слуга но там форест ганд например также я ваш покорный слуга тоже считаю себя в этом смысле последователем и на имени на такой линии а я бы языч на экране люди занимающиеся вот комедиями сатирой кстати очень тяжелым жанром я бы их назвал такими физиологами человеческие души а вопрос а а в чем является природа советского человека вот как вы для себя это открыли она очень много да вы знаете я расскажу такой исторический не анекдот факт я когда был закончил театральный институт и был отправлен работать великолуковский драматический театр город великие луки я там поставил довольно шумный скандальный спектакль недроссель по ненависть ненавистны мне пьесы в пьесе фан визина но это было задание руководители театра чтобы было был спектакль к школьной программе чтобы на них школьники учились но я эту пьесу не любил еще со школьной скамьи она оказалась непредельно скучной прочитать ее было невозможно и когда я поехал туда я попытался ее прочитать в вагоне поезда перечитать ее второй раз помогла бутылка портвейна ну все равно я ее отложил это было невозможно и достал книгу режиссер мир хоть открыл ее это книга рудницкого тогда она вышла 60-е годы и там были подробно описаны спектакли я прочитывал как он обходился с классикой же во что он превращал вообще эти сцены диалоги персонажей и это свобода отношений которые давала такую комическую удивительную искру которая вызывала восторге у зрителей она меня вдохновила я приехал и первое что я взял я стал переделывать пьесы сделал из этой пятиактные двухактную и все там переворошил с музыкой со всякими у меня стародом который вещает положительный герой он ходил с походной трибуны и все время ему подносили вон он приносил речи пользуюсь жестикуляции там ленина и всех известных характеров у него был значит походной тревогой милон который был влюблен в эту героиню софию положительный герой офицер он ходил с денщиком который чистил его беспрерывно пока он говорил этим но монологи это же была самая томительная чем мучили нас в школе эти монологи фан визы на которые мы должны были некоторые даже учить наизусть и разбирать подробно но сегодня это выглядит смешно так вот когда я приехал туда я столкнулся там с учеником мир хольда последних последнего периода времени вероятно до тридцатые годы они очень плотно вместе работать он был его ассистентом на спектаклях который поставил в александринке частности там восстанавливал самый маскарад лермонтова и другие спектакли и он рассказывал мне о своей дружбе с режиссером александринки владимиром кожичи владимир платонович очень талантливый был человек под его его спектакли иногда были экранизированы например живой труп вышел симонов это кожи так вот кожич говорил что такое советский человек представьте себе что к вам подходит группа с какими-то с набором дерьма вот это вот целый ведра бочки вот это дерьмо они пытаются вас втолкнуть вас измазать вы не хотите вы сопротивляетесь вы отталкиваете применяю все неимоверные усилия в конце концов вам удается их оттолкнуть но какая-то частичка дерьмо вас уже не попала и от вас уже смердит вот так говорил кожич это правда действительно я вам должен сказать что и сегодня чувствую это это происходит с людьми которые уехали в другие края соединенные штаты во францию в рейке вон что они устроили какой-то бедобесии по поводу памятника солдата-освободителя целая группа вышла они смотрят российское телевидение они отравлены и они хотят меняться что такой советский человек тот у которого не было собственности ее можно было всегда отобрать человек который воспитывался в при зрении к собственности что отчасти было неплохо при зрении к буржуазности к мелкобуржуазности вообще вот это вот вещь изм воспринимались как бесчанство я так вырос с этой точки зрения мы судили и литературу и искусство и таким образом появились такие произведения как или наш умный как он назвал в поисках радости разбивает школьник приобретенный шкаф барахольщицы жены его брата которые все всю квартиру ставила мебелью потому что она как он говорил прорва она занимается только выжига именно ведь вот я относился к этому тоже с презрением что было хорошего плохое было еще то что советские люди не принимали никаких решений за них решали решала правительство они не могли никаких порешений принять те кто пытались принять их потом стали называться диссидентами но у советских людей сложилось критическое отношение к тем ноженкам которые не видели каждый день на домах партии народ идейные и все прочее бесконечно это болтовня которая не воспринималась серьез никем даже работниками кгб кстати они кстати и собирали этот самый сдать и могли поделиться со знакомыми артистами с которыми хотели дружить от них получали многие потом распространяли так вот вот это критическое отношение к тому что слышат рождало чувство юмора сколько было анекдотов как люди умели советские люди читать между строк видеть второй план угадывать его в любой строчке в литературе как они слушали райкина как они слушали любых в данном случае сатириков и странников и это проходило и это было совершенно другая это было немножко другая страна и другой народ мы сейчас видим как он изменился и тут следует говорить в принципе не о советском народе а российской ментальности вот это более интересный вопрос что такое русская ментальность российская ментальность я когда учился на высших режиссерских курсах там были философом у мардашвили нам преподавал здесь и так далее и кто-то по-моему эдельман говорил о декоративной сущности русской цивилизации она декоративной подражательной самом деле посмотрите говорила на других языках носила чужие камзолы другие совершенно костюмы строила дома которые были совершенно не не неуместны для северного климата весь петербург был построен в итальянском и прочем стиле эти дома непригодны для жизни в этом в этом климате их надо было ремонтировать каждый год удобств никаких не было но до чего красив город эстетическая составляющая была основной и это хорошо я люблю поэтому это свой ленинград петербург там в этом смысле много хорошего и мало того вот это эстетическая составляющая дала возможность дремучему российскому народу который не знал не театра не журналистики не живописи ничего кроме церковных обрядов и песнопений так вот за какие-то там полтора ста лет он вдруг стал не только достиг европейской культуры он стал законодателем культуры в лице толстого достоевского чехова чайковского рахманинова потом про кофе уже ну и так далее вот эта особенность русского народа но эта ментальность к тому же поскольку она подражательна декоративно она очень легко переходит в низшие категории каким привел сегодня путин его правление он набрал во первых вокруг себя банду подлецов и вместе с ними и с проводник проводниками того что называется пропаганда они за эти 20 лет началось это раньше вероятно за 20 лет а скотинили страну до невозможных невозможных пределах то есть у человека всегда есть и светлое и темное так вот если обратить внимание на это темное развивать он превращается в монстров чудовище и таким я вижу сегодня своих соотечественников мне стыдно за них я их страшусь мне ну просто они выглядят дикарями это вторичное дичание что называется цивилизацию приходит вторичное дичание и люди прощаются первобытных дикарей вот это происходит с россии юрий борисович а я вот буквально на днях узнал что в германии во время во времена нацизма были люди которые называли мартовские фиалки то есть это творческая и творческая интеллигенция и и научная интеллигенция это те которые поддержали нацистский режим и активно принимали участие в жизни этого режима их называли мартовские фиалки что касается сегодняшней россии мартовские фиалки и здесь естественно есть и вы знаете и владимир бортко и никита михалков абсолютно талантливые люди как вы думаете в них это давно сидела или при определенных обстоятельствах это вылезло наружу вы договорили о таланте никакого нельзя идентифицировать человеческой личности талант но если принять как бы образно сказать что бог разбрасывает его не глядя поэтому нужно нам гордиться толстым или достоевский толстой в англии был толстой хотя была бы иная фамилия он талант у него было бы всегда в этом смысле то что он оказался на русской земле вот так получилось и в германии оказался идет и бах эти люди действительно одарены но с человеческой стороны у них глубокая червоточина у них совсем другие приоритеты выяснилось что талантливый михалков который мечтал всегда быть барином истяжателем пока это не было возможности в нем проявлялись лучшие черты он был замечательный экранизатор я не знаю лучше кто когда-нибудь справился с чеховым имея ввиду пьесу для механического пианино ведь чехов считал что он пишет комедии станиславский ставил их как скучные спектакли со сверчками от которых чехов сам убегал в ресторан чтобы принимать коньяк а михаил кончаловский снял серьезный фильм в духе станиславского дядя вами а вот никита сделал эту картину которая действительно каме она очень смешно там много смешного длительный зал реагирует на нее бурно и видит насколько там много эксцентрики много островом и много всего что принесено чеховом и это уловил талантливые михалков но как выяснилось у него были совсем другие приоритеты как только появилась возможность связанная с вас обогащайтесь кто может стремление власти к наживе оказались гораздо сильнее в нем то же самое сборка это сборка когда-то мне предлагал что писькам компартию ему одному было как-то боязно после гкчп он вдруг прибежал ко мне застал меня в кафе или в ресторане дома кино слушай давай в эту самую партию я бы ты с ума сошел что ли за кого меня принимаешь да ты сам кого себя строишь ты же снял картину собачье сердце только что мы выступали на демонстрациях против гкчп поддержали это все петербург ленинград тогда первый отринул все эти самые лозунги первый оказался такой страной революционный не принимающие вот эти вот старые формы вот он был такой такой человек который легко оказался от собачьего сердца он конформист и михалков конформист хотя сами они так не думают конформист борска рвался в мэр как-то у него не получилось стать мэром петербурга михалков рвался в президенты ну вот такие люди пришли причем у михалкова очень много сходного с кстати говоря самое удивительное я вам сейчас раскрою удивительный секрет первый раз бортка и михалков братья но они похожи они похожи внешне да у них них один отец что касается но горка воспитывался в семье корничука в киеве потому что вот мать была как раз матерью бортка они похожи у них и голос похожий манера набор бортка немножечко менее такой же реальный цивильный или что называется привлекательный для женщин меньшей степени герой а так это да поэтому у них много общества общего и в этом смысле хотя он никогда не признается в этом портка его это кстати говоря даже оскорбляет но это мне сказала одна из заместитель главного редактора нашего объединения на линфильме когда там вместе выпивали с месяца арестовым и вот она сказала что понимаете вот как что-то она была возмущена по поводу бортка и она сказала про него какая у него была судьба рождения так вот это стяжатели путин стяжатель и вру и михалков вру на стяжатель и это очень много общего в этом смысле окружили себя такой же такой же группой людей которые и даже точно говорится о том что путин то выискивал людей которые были бы менее интересные свободные одаренные чем он чтобы он не чувствовал себя ущерба так как приказывали когда-то при начальстве да это петр же это первый же у него был постулат как себя вести чиновникам при начальстве и принимать вид человека глупого восхищенного да с глупой улыбкой с тем чтобы начальству не было бы оскорбительно какой-нибудь там недооценка его величия что-то в этом роде говорила это сохранилось так они ведут себя есть безмерно причем это есть мы как люди не уже не молодые прошедшие много мы наблюдали ее сам сам со многими лидерами какая была лесть по отношению к хрущеву наш никита сергеевич по отношению брежневу это уже по сталинское время какая была был книги печатали за него речи и произносили всюду его портреты веселье и потом просто не успевали последующие три этих самых генсека очень быстро или 2 свернулись горбачев тоже начался культ мгновенно мгновенно начался культ горбачева но я это немножечко сумел отметить своей картине фонтан но к чести горбачева надо сказать что он там он у меня изображен в несколько забавном виде когда он со всеми здоровается играет демократию но сам горбачев при этом смотрел картину как мы говорили несколько раз и показывал ее своим иностранным коллегам так что он не стал меня за это преследовать и ему хвала потому что он дал возможность стране впервые получить гласность и впервые россия поняла что такое быть честным откровенным и говорить вещи о которых ты которые ты считаешь нужными о которых ты думаешь поэтому появилось какое количество умных людей я не ожидал они из них пришли из лагерей другие просто так сказать из институтов но они стали властителями дум на каналах телевидения а какие передачи замечательные целый набор десяток ну штук семь программ московских петербургских они были все ждали когда их когда увидят их потому что они давали новую свободную свежую информацию там не было никакой пропаганда нет нет если пропаганду рассматривать широком смысле то бывает она с плюсом и с минусом американская пропаганда борьбы с расизмом она была с плюсом и она привела к замечательным результатом на наших глазах а пропаганда которая ведет современное телевидение являющиеся окном в мир и для россия невежественных россиян тут уже надо поговорить кстати говоря о культуре вот я веду дом культуры и недавно у меня был разговор с сеней лариной она меня пригласила в свою передачу но я там не успел она не дала мне вняла их другими темами и не дала высказаться по самому важному вопросу почему культура является основополагающей для этого потому что я вижу и в ее лице и в лице других людей они очень узко понимают культуру это развлечение это те а то кино который ты хочешь посмотреть вечером и спектакль на который пойти но я не знаю посетить музей и выставку заняться самодеятельностью вот и все что они понимают под этим словом на самом деле это настолько широко и настолько глубоко это человек культура это человек это его личность и вот связи с этим если вас будет интересовать это или мы поговорим об этом еще более подробно то я готов эту мысль развить чтобы сделать ее убедительной для тех кто нас смотрит а юрий борисович связи с этим сразу задаю вам такой короткий вопрос буквально до перерыва а разве культура делает человека лучше конечно безусловно только вы должны понимать что существует культура гуманистическая которая направлена на улучшение человека его общество а есть просто в момент творчества который может заниматься любой одаренный человек но это низкий уровень культуры поэтому в искусстве есть высшие и низшие проявления высший уровень культуры это скажем мадонны рафаэля ну а относительные ценности искусства это фаберже и чашки красиво сделанные фарфор вот он не поднимает человека до большого уровня а рафаэль поднимает высокое искусство когда ты видишь мадонны рафаэля то как можно убить мать с малолетним ребенком как можно поднять на нее руку это когда ты слышишь музыку баха и понимаешь что немцы это не не только фашисты и невозможно это невозможно им принять если ты это слышишь бетховена и баха тогда ты никак не можешь согласиться что раз гитлер такой мерзавец надо они уничтожать все немецкие то же самое касается и россии сейчас появится очень много ненавистников русской культуры в силу невежества для них она мало чего значит но она часть мировой культуры потому что то влияние которое она оказала на мировую культуру его трудно переоценить во-первых русская литература дала совершенно новые темы каких не существовало никогда в литературе герои никогда не занимались вопросами для чего они живут и как быть полезным обществу это не занимало героев не французской и не английской литературы американские они появились после русской так что тут конечно на может во первых я вам скажу так прежде всего литература это это основное искусство потому что литература дает нам возможность тренировать мускулы воображения когда мы читаем книгу мы сами ставим себе кино в голове когда мы смотрим кино на экране мы видим готовенькое кино никогда не развивала воображение мало того я вам должен сказать что отсутствие чтение и воспитание на кинофильмах привело к тому что все последующие будущие деятели кино режиссеры они начинают тиражировать то что они видели они ничего не могут придумать новое вот современное кино почти ничего не создает обновление идет только по технологической линии мы придумали какой-то способ съемки новый новое изображение новый вид камеры более легкой и можно перекинуть она летает и снимает но сущность не происходит не появляются сильные характеры которым стало бы подражать можно все снимают сказки особенно американцы и распространили это на весь мир сказочное кино фэнтези и так далее это то что делает людей оставляет их инфантильными эти сказки хороши когда ты ребенок когда ты школьник ты начинаешь читать что-то другое а в старших классах тоже читаешь толстого и достоевского вот такой рост идет а дальше ты становишься еще более понимающим жизни я не сказал очень важного когда мы читаем книги помимо того что развивается наше воображение мы учимся сопереживать в нас возникает благодаря этому чувство эмпатии а эмпатия это и есть то что отличает человека от зверя способность сопереживать сочувствовать вот это и есть человек потому что если этого нет тогда это уже животное научившиеся разговаривать жестокая хамская она может быть и не хамская но она жестокая но античеловечная для него нет пределов для проявления жестокости она обречена на смерть потому что жестокость вызывает только ответ на ее это идет деградация общества мы это видим по россии деградация этой страны произошла на наших глазах она происходит я не знаю каким образом ее приводить в обратное состояние потому что все зависит от школы от воспитания а молодое поколение что она увидела она видела грубых пьющих родителей матерящихся постоянно верила абсолютно невежественных учителей которые озабочены тем чтобы провести выгодные для начальства выборы в своих школах вот что она видела поэтому вот это самая большая проблема и хотя многие говорят о как только путина скинут все изменится начнется мгновенно меняться нет дорогие мои кто будет строить для того чтобы строить нужны мозги и руки а эти ничего не умеют отучились а мозги не умеет собрать самое страшное вот в чем почему так принимают вот эти вот пропаганду люди перестали они потеряли способность мыслить критически оценивать принимать решение но не мыслят они принимают готовые формулы и они не знают что такое мысль когда я преподавал в течение десяти лет я это обнаружил со студентами очень неплохие ребята ни в чем не виноваты но невежество и все что они предлагали любые их проекты были банальные были примерно теми же что они видели вчера по телевизору когда им указывал на это на это внимание обращала не гляну что так это хорошо у меня так же как там это же очень плохо для человека который хочет быть художником художник стремится всегда к оригинальности только в этом смысл искусства как в науке понимаете если эйнштейн придумал в теорию относительности то можно создать институт рядом с ним но все остальные будут только повторять его те же они не будут ничего нового создать создавать кроме тех талантливых учеников которые пойдут дальше так вот в искусстве так невозможно это называется тогда просто люди занимаются сферы культуры но они не могут делать искусство это не искусство которое является стереотипом банальности так что юрий борисыч я вообще-то должен вас я очень извиняюсь прервать мы продолжим после маленького перерыва хорошо вы запомните на той мысли где вы остановились и мы продолжим спасибо мы возвращаемся в программу политинформания ее ведущий эдуард грумер и геннадий и продолжаем очень интересную беседу с кинорежиссером юрия маминым юрий борисыч с нами конечно а юрий борисович вы если вы хотите продолжить мысль которую вы говорили пожалуйста либо я могу задать другой вопрос как вы хотите я хочу геннадий превратился наш дел давайте я буду отвечать хорошо сейчас что-то немножко со звуком да что-то у нас я ничего не меня сейчас все наладится а юрий борисович а вот вы сейчас говорили про про найти вообще есть такое сейчас словосочетание очень многие люди говорят про россию будущего вот вы сейчас мы перед тем как уходить на рекламу вы сказали что россия будущего никому и строить а вообще если это будущее у россии на ваш взгляд у всех есть будущее не важно неизвестно в каком она ключе будет она конечно очень не радостная это безусловно она не радостная с точки зрения комфорта просто просто удоб жизни они будут ужасно но надо сказать что для российского народа особенно для глубинного народа так называемого который живет не в москве и не в питере и небольших городах это состояние привычное я помню советских времен мы говорили что дальше будет только хуже все всегда знали об этом что лучше не будет будет хуже так и происходило всегда становилось все хуже хуже и хуже вот потихонечку а потом очень быстро стала становиться хуже и люди которые ругают перестройку и рату это возвращение советского союза забыли что в последние годы жизни брежнева или после него насколько опустили все магазины ничего было не под достать муж жена не могла с работы когда приходила магазин и там было все пусто потому что с утра пенсионерки вымели все полки она приходила и плакала накормить нечем нет нечем было накормить хозяев семьи которые ее кормят которые вообще что за такое производит это было жуткое состояние поэтому он не мог не развалиться советский союз это абсолютно понятные люди не хотят этого понимать ну ладно бог с ними будущее не радостно что касается того чтобы я думал бы и о чем бы я хочу бы я хотел бы пожелать необходимо образование надо начать с образования надо молодых людей воспитывать но это должен быть такой царско-сельский лицей но в огромном масштабе масштабах страны вопрос а кто будет учить учителя уехали либо они деградировали сами те которые выходят из лодов они деградировали вы знаете как за время моего пока я преподавал как ухудшалась программ на обучение какие давали идиотские задания каждый раз потому что люди которые придумывали новые системы обучения они зарабатывали деньги получали на это государственное что может финансирование тратились новые аэропортические новые учебники мы писали бесконечные программы все это ухудшало 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 и в результате из вузов выходят не специалисты а люмпины люди которые занимаются совсем другими делами они не работают по профессии кто бы не закончил какой институт не работают по профессии редко куда идут и самое такое невежественная часть это учителя они занимаются тоже совсем другими делами а в их руках находятся дети от которых родители отвязались слава богу в школе сидит они в институт также отдают их вот я преподавал в вузах где у меня были люди будущие режиссеры невежественные они должны заниматься культурой они ничего не знают не читали не знают и художников и композиторов но почему поступили конкурса нет заплатили деньги каждый год все большие деньги родители избавились от них на четыре года и думаю слава богу я буду заниматься своим бизнесом в общем это слово воплощение все это надо возвращать вот это вот самая большая проблема которую я бы поставил если бы вдруг меня бы спросили или бы порекомендовал тем кто возглавит россию если у них хватит культуры самое неприятное что россия страна самодержавная и она пляшет от царя батюшки как у фон такой становится и россия начинает неправильно говорить слова как горбачев начать углубить если он так говорит начинает играть в теннис если ельцин любит эту несвойственную россии форму спорта ну и так далее поэтому очень важно чтобы пришел человек образованный с большой культурой который сделал эту культуру и образование национальной идеей вот тогда пожалуйста вот весь уровень пропаганды направить на это чтобы стыдно было неправильно говорить не знать языков не читать когда-то я помню вот советский союз чем отличался когда жадность какая была потому что напечатано за рубежом сам из дату к тому что передает голос америки к любым новым публикациям я уже не раз рассказывал этот случай когда я приходил в компанию инженеров и т.р. и они спрашивали чал вид и вот вот это вот новое там иностранки в новом мире я грида конечно и переводил разговор бежал мне было стыдно я человек культуры не читал то что прошли они и тут же поглощал это для того чтобы не оставать стыдно было не знать вообще говоря приоритет культуры был советское время высок достаточно это осталось вероятно от каких-то традиций дореволюционных он был высок тем тому тем более что страна стала всеобщее грамотная но сейчас он на борщ пропал сейчас это пропало еще вдобавок добавила это изобретение интернета прекрасная вещь который мы с вами пользуемся которые необходимы для людей умных я например не не ходя в библиотеку не проводя там не могу найти всю информацию для своих программ но молодежь этим не занимается большинство используют его только для какого-то развлечения погружаясь в еще большую серость чем они когда-то в какой находились юрий борисович а вот такие певцы возвращаясь основа кинематографу вот такие певцы советской власти как хейфит прекрасные режиссеры а козинцев абрам ром люди главные люди в сталинское время которые снимали кино а как только сталинское время закончилось они тут же вернулись скажем в классику к в лучшее произведение мировой классики литературы как вы думаете почему вот такая метаморфоза перескок с простенького советская советской агитки в мировую классику почему это с ними произошло там не было никакого перескока они всегда читали эту классику и только только они разговаривали ей они волновались а деньги зарабатывали за гибки разные вещи если вы идете там работать поваром в ресторан для того чтобы иметь возможность изучать я не знаю на тоске то это все таки это значит что вы переделались из повара поклонника какой-то философии литературы нет советская видите переход от советской власти ведь пришло очень много интеллигенции который поддержал ее к сожалению потому что она рассчитывала на то что возникает новая страна надо сказать что ведь действительно советская власть по сравнению с древолюционной царской россии это был большой прогресс это было предложение нового абсолютно нового общества с горизонтами которые были обозначены лошадками и ничем не потом не подкреплены власти пришли люди которые тоже ставили совершенно другие задачи они не соответствовали тем идеям на которых строилась революция интеллигенция творческая поверила в этом маяковские мейерхольда и так далее пошли но в результате плохо все кончили так что уважение культуре в обществе сохранялась всегда тем более что люди стали читающие страна стала читающей и в данном случае воспринимала ну смотри как с какими событиями как поэты собирали целый стадион когда такое было что такое был поэт для советской россии евтушенко ну как его принимали как каким образом какое было количество ахмадулина а какой-то замечательный снятый хуцеевым вечер технологическом московском институте когда выступали все эти поэты как их принимали это было совершенно другого общества горящие глаза жажда знаний вера в светлое будущее действительно мало того я буду сказать что эти люди которые служили режиму они же рассказывали про хороших людей ведь в их фильмах там дело румянцева я вспоминаю хейпица это же триумф благородного человека побеждает благородство главным героем следователи которого играет лукьянов осуждается про хиндей про хвост когда мы видим фильм коммунист мы тоже видим что это благородный человек который выступает у него боль за народ их надо накормить надо помочь городу он отдает он совершает этот подвиг так что в данном случае они утверждали а 9 не одного года который михаил ром снял это же надо сказать что они стали снимать лучшие фильмы чем те которые были в их молодости михаил ром снял лучшие фильмы своей жизни когда стал старым человеком и снял 9 до 1 года и обыкновенный фашист именно этим он запомнится навсегда в истории ну вот такая вот вещь так что тут нет никакого противоречия а юрий борисович вот вы как режиссер до могли бы дать оценку владимиру путину есть он был актер это талантливый актер средний актер а мало талантливый и какие персонажи в кино он бы мог бы играть или может быть вот его окружение которое лавров вот кино что вот то что он делает нет то что он врет всегда это воспитана школы кгб никогда не говори правду не признавайся нет ни при каком случае ни в каких обстоятельствах это признак слабости он никогда не признается он будет врать всегда если называть белое черно меня удивляет него он понятная фигура человек которых мы встречаем нашей жизни всяких прохиндеев он же был данном случае я с ним не познакомился я был знаком с собчаком потому что он использовал мой фильм фонтан своей предвыборной компании когда он становился верховный совет избирался собчак попросил меня на наши жены две людмилы сидели когда мы с ним выступали вместе но слава богу потом у нас разладилось отношения и он очень изменился после этого вначале он был очень прогрессивный человек собчак он хотел сделать ленинград свободным городом который является портом который будет примером для страны откроет свои двери европейской культуре евро всем европейцев но потом его убрали что касается путина он был его помощником и как я узнал самого начала был поделить удивительным прохиндеи он набил руку на фальшивых договорах он он продавал направо и налево землю какие-то вообще дешевты он присвоил себе всю заграничную помощь стал продавать ее при представленных лиц магазинах его хотели предать суду это разбиралась прикрыл его гайдар по просьбе собчака иначе он был бы вообще говоря преступник который сидел бы мелкий не богаты ловчила вор бабки бабки делать надо этого любимое любимое выражение когда он всегда кричал после этого но он оказался волей судьбы вот на троне и как в россии бывает окруженные неимоверные действия сам себя окружил людьми посредственными которые стили ему без зазрения совести в глаза это всегда приятно вот произошло то что с ним никогда не читал книг то что он знает это ему преподавали приходили люди читали лекции по поводу величия россии там у него много всяких этих дуги на всякие и ковальчуке которые его просвещали на этом и выработали у него некое сознание а примитивная школа кгб сделала его человеком для которого все люди в принципе враги то есть они не то чтобы даже враги но они это объект для нападения объект для того чтобы извлечь из них какую-то пользу одних надо насчет вербовать других запугивать печен он вообще представляет себе человечество как собрание недостойных животных они алчные они легко внушаемые и он так себя ведет выяснилось что он прав не только по отношению к россии как всему миру какое количество деятелей он купил во всем мире скольких государственных деятелей мужей президентов или премьер-министров каких-то депутатов он перекупил они становятся лоббистами россии а какое количество своих агентов он распространил в том числе в семянных штатах они вкладывают деньги в американское образование они ведут здесь вообще говоря оплачивают какие-то телевизионные каналы и тому подобное но на самом деле вообще работают скорее всего на то чтобы поддержать его его самого его режим они живут ведь на западе для них комфорт гораздо важнее всего для них россия это просто я не знаю это тот тот труд из которого они ловят рыбку выкачиваем все буквально до последний об этом говорить даже не хочется да такова система к сожалению вот сейчас мир благодаря войне с украине начинает трезветь все начинают отыскивать этих лоббистов путина ага и сразу выясняется что да это купленные люди от них надо избавляться и она до избавляться решительно потому что конечно алчность жажда деньги денег и комфорт она будет очень долго еще человечество вообще бы ввергать во всякие авантюры и интриги особенно это плохо когда это происходит внутри более более продвинутые западной культуры с ее ценностями в россии то они оценят отменены напрочь действительно называть белое когда человек не может сказать что он против войны мир в мир он не может вынести война и мир толстого это до такой дикости знаете я как режиссер как сатири как человек который многое придумывал я бы не додумался честно сказать я не знаю что можно было бы сегодня снимать жизнь опережает самые смелые сатиры самые смелые проекты юрий борисович вы уже несколько лет живете в сша какое главное отличие америке от россии у меня спокойная спина знаете я вам должен сказать когда я жил в петербурге на своей улице там родился и жизнь на гороховый в нашем доме я не мог каждую ночь спать пьяные устраивают дебоши я бегал скандалить я вызывал милицию иногда доходило до драк буквально столкновение это было по каждую ночь потом там поселились какие-то выходцы с востока они начали распевать свои песни включать какие-то служение какие-то эти самые восточные это был вообще какой-то ужас по улице пройти опасно пьяная компания это значит тебе могут пристать сразу каждый ты приходишь вы сами помните это такое да мы встречаешь по пути несколько человек идут на встречу ты напрягаешься и готов к отпору готов к тому что у тебя попросят к прикуре прикурить или дай закурить а это как раз начало началось расправа чтобы но страна очень очень страшная и не говоря о том что оскорбительные окрики отовсюду когда ты приходишь метро и ты сидишь с женщинами девушками и человек приходит начинает материться и ты вынужден либо драться с ним либо сносить все это не уважая себя и чувствуя себя абсолютным дерьмом если ты не способен за постоять за культуру вот такая россия здесь этого ничего близко даже нет здесь во первых меня поразило что мы жили не в нью-йорке сразу поселились за городом нью-йорке ну что ж там хорошего для человека живущего ежедневной жизни работа наверно но дышать этим воздухом жить в атмосфере постоянного транспорта я люблю природу и мы поехали жили в низких ну сотни километров от нью-йорка и я каждый раз идя по улице встречал людей которые со мной здоровались они здороваются просто потому что так надо и улыбались при этом я здоровался и бесконечно мы ходили гулять в любое время захотелось ночью прошли ночью какая прелестная вообще улица становится в дни рождества как все украшены как эти домики то есть ты хочешь как по музею и вот я вам даже сказать что я отдыха а какое количество животных непуганных они не боятся людей белки олени тут бегают вообще берем из-под ног тебя выбегают спонс и всякие это совершенно другое другое общество другая страна при том что здесь собраны люди со всех национальностей разные уровни разные образованности часто много невежественных много научились члены находили обладевать английским языком университет с нами были в основном мексиканцы пуарториканцы там много всяких оттуда вышли очень белые очень милые люди но абсолютно далекие от культуры от грамотности но они живут в стране которая заставляет их гордиться собой потому что они верны конституции в чем сильно америка соблюдает конституцию которая дает право каждому проявиться и осуществить свои замысла свой талант если у тебя получится тебя не будут препятствовать в этом в россии такой вот вообще нет возможности вы понимаете в россии это только лифт лифт отцовский лифт родственные лифт начальственные тебя поднимают потому что ты выгоден люди получают кино потому что он дается какому-нибудь мажору сыну какого-нибудь там деятеля ему дает снимать кино потому что его папаша вылечил его там отца или отправит кого-то в отпуск или даст какой-то дешевле все ты мне я тебе ничего другого не бывает поэтому и искусство культура пришли к своей полной деградации ниже плинтуса юрий дала а юрий у нас остается буквально ну наверное минуты две а если говорить о российском корабле на эти сейчас очень многие как говорится вот эту фразу повторяют на ваш взгляд и и переносном смысле и прямом смысле вот куда движется этот российский корабль на ваш взгляд но там его ждет вообще говоря много много открытий знаете вот я жду с нетерпением я понимаю как медленно идет вообще умные люди говорят что человека перевоспитать или мгновенно переубедить невозможно чтобы ты ему какие бы удивительные аргументы ты ему не приводил у него сложилось при отсутствии способности мыслить соображать оценивать он не может это сообразить знаете мне очень интересно я смотрю украинские новости и меня особо интересует то что они вот и перехватывают переговоры телефонные как много ты узнаешь оттуда что меня больше всего потрясает эти молодые ребята которые воюют попали ли они в плен переговариваться ли они между собой это какие-то неполноценные существа у них речь пересыпанная матом это какие-то мысли выразить не могут какие-то эти слова и тот также отвечать как они друг друга понимают еще тоже непонятно потом они обращаются к своим родным те пример да и их бабы жены матери тоже и матерятся многие и говорят какие-то абсолютные гадости и тут возникает такое такая картина вообще нравов россии поразительно совершенно что даже я который прожил там всю жизнь я бываю поражен это что-то такое мы жили в этой стране и даже мы виделись этими людьми но они не ходили не доходили до степени такой деградации это очень быстро происходит потому что нет культуры опять-таки я говорю когда нет культуры мгновенное опускание ниже плинтуса болото я не знаю старость одичание юрий борисович мы всем желаем смотреть дом культуры заниматься культурой а вам всего самого-самого лучшего еще раз днем рождения берегите себя здоровья бодрости оптимизма и до новых встреч вы хорошего и здоровья до спасибо и успех